Попались на Крестином Короле, одном из самых, кстати говоря, мощных портретов, потому что он позволяет вам собрать на черт пойми чем что-то настолько мощное, что своими бафами зашатают любую тему. Надо, конечно же, набирать так, как вам говорит Абилка, но не всегда, то есть это исключительно, если вы уже точно уверены, что вы будете А по 4-ю звезду, потом с Триплета попытаться ральнуть Рыцаря Света, это супер важная карта в этой страте, прям без нее вы считаете. Если вы ее не раляете, то, к сожалению, как бы вы не старались, как бы у вас хорошо не складывались дела, то вы их лузаниваете. Повезло, что не ральнулось. Они, кстати, по-моему, не случайно меняются. 50, да-да-да, я пытался. Ставка не сыграла, ГГ. Ну, это безпроигрышно здесь, когда вы раляете, сори. На начальных этапах самый мощный это Гомункул. Если плюс 1, плюс 2 получает вожак, то, извините, а Гомункул даже отлетает. Правда, там будет ничья. В случае с Кошмарным Слиянием, вы как бы вообще вот так вот делаете просто, и все прекрасно. Хочется сразу дышать. Начнем будем собираться на баферах, и поэтому я вот right now просто делаю вот так. У нас здесь есть Мурлок, Зверь и Механизм. Насколько я знаю, если они не повторяются, то после этого идет Механизм. И это будет просто полный разнос, просто полный разнос. И нам, конечно же, необходим еще вожак лютых болтов, чуть не сказал, волков. Мы пропустим один ход, не апнем таверну, что, в принципе, в нашем случае можно было сделать для того, чтобы максимально жестко усилить наш стол и уж точно бахнуть потом левелап. Сюда, хороший. Крестиный король всех загрязет, кстати. Ждите нерв. Сейчас Мех, да, должен быть вот так вот. Берем вот это. Сразу же плюс. Посмотрите, какие плюсы, какие плюсы. Просто с ума сойти. И вот так вот сидим. На следующем это точно будет минус кабинет. Сейчас мы попались на авку, а она наверняка раскопала жестких существ. Ну, ломобот. Да. Ломоботы бы забрать сейчас. Оп. Нет? Окей. Эх, придется 9 хп как-то забирать. Какими-то, не знаю... Вау. Из-за корявых разминов мы проиграли, ну ладно. А могли бы в чистую сыграть, если бы там существа не подобосрались. Ну, эти Железнозубовы плюс... Так. Каждый ход старайтесь находить что-нибудь, что будет бафать ваших существ. Прям каждый ход. Четвертое таверну у Барминатора. Тем не менее, он огребает, либо в ничью играет. Против Мерифисент Монашторм есть смысл поставить что-нибудь вперед, потому что там, возможно, есть божественный щит, но... Не знаю. Ладно, окей, у нас провокации все равно нет. Давайте поставим не самое слабое существо вперед, чтобы если уж там и... Если вдруг нет божественного щита, то хоть мы забрали бы и провокацию сразу же или какого-нибудь существа, потому что не думаю, что там будет что-то жирнее, чем 6 хп сейчас. Все-таки есть провокации. Шо? Провокация божественный щит в экземпляре х2. Как вам такое? Приколись, ребята. Ну, ничья так ничья. У меня новые рекруты. Ну, это, конечно, вот просто вот так вот набираю всем селом. Всем селом помелом. Не знаю, здесь челу будет очень плохо. Попробуем рульнуть триплет, триплет. Ой-ой-ой-ой. Просто шо творится? Барминатор? Я не знаю. У него четвертая таверна, но он так часто тавернапал, что у него наверняка там существа какие-то. Какашки из попяшки, поэтому Хэза не уверен, что он что-то сможет нам показать прям конкретное. Изейшее. Хорош. Ну, здесь, на самом деле, какого-то суперлуза и не могло быть. Сейчас апаем таверну до того, как мы берем этот триплет. Чтобы мы рульнули существа за пять маны. Полетели. Ревендера можно взять. Можно взять Анигилятора Воеводу. Можно взять и Высокогрива. Вопрос лишь в том, выпадут ли нам эти ссаные бафы. То есть я тут ожидал, конечно, рыцаря за пять маны, который все бы здесь бафал. Но не судьба. Тут даже не бран, понимаете? Но лев тут сильнее всех. Барон, ну что он сделает? Ничего он не сделает. Ну льва возьмем. Лев, потому что он тупо сильный. И он не против. Эх, сейчас бы вожака ральнуть. Триплет вожака или триплет этого амальгама. И все. И можно, в принципе, ролять уже рыцаря света этого. Хороший размен, это когда вы разменялись, у вас и что выжилось огромная атака. И еще может быть разменяется. Спасибо, капитан. Value trade называется. У тебя демонов нет под бафы? Да, я знаю, но, блин, он слишком слабый. Он слишком слабый. Просто... Ну что такое? Три восемь, когда небезызвестный томат из мучача сделал из него, блин. Сколько? Четыре двести сорок три. Н. Можно на второе? Спасибо. Время имбы. Имба энерджи это сухой энергетический напиток, который повышает скорость реакции и концентрации и позволяет мне занимать топ-1 куда чаще, чем обычно. Имбу покупать выгоднее, чем логичные энергетики в банке, потому что стоит эта порция всего лишь 47 рублей. Оформить заказ очень легко. Вы просто переходите на сайт, выбираете, что вам нужно. Например, я возьму имбу с виноградом и грейпфрутом. Добавляйте в корзину и оформляйте. При заказе 1000 рублей доставка абсолютно бесплатна. Погнали. Как только вся эта красота к вам пришла, вы просто берете, открываете пакетик, заливаете все это водой. Вуаля, имба готова. А, теперь можно брать топ-1. Ну а вы, тем временем, можете перейти по ссылке в описании, используя мой промокод Плагиат, получить 10% скидку на весь ассортимент. Че ты ждешь, заказывай. Ммм, здесь мне ничего не надо. Здесь очень-очень привлекательно выглядит кобальтовый страж. Страж, знаешь, у меня ломается голос. Здесь ничего привлекательно не выглядит. Псарь с провокацией сюда. Выглядит very nice. Но, по-хорошему, конечно, нам сделать псарь. Продать. Нет, мы не шкупим ничего. Да, все правильно, псарь. Отказываюсь от триплета с волками, забейте. У нас ничего не выйдет. Он признался, что... Можем забафать этого челика. Но, на самом деле, я хочу сделать огромного, просто гигантского амальгама. Хотя, если мы триплет ровляем, то он и так будет гигантский. Поэтому давайте лучше в два амальгамы сделаем такой прикол. Защитные системы активированы. Вот так лучше. Не самый хороший плей, потому что вы взяли, конечно, на блоке это кошмарствение с пристальным хриптом, которое реализовывалось бы сразу и обновляло ему щит. Ну ладно. Anyway, вообще разобрались очень плохо. Но из-за того, что этот чел психонатора ударил, то мы даже вынесем. Мы даже вынесем этого стишка отсюда просто. На носилках. А мы летим ему в лицо на пятнадцать. Пятнашка полетела. Тем временем, Малифисент немножко лузанулась. Бист сюда. Баф сюда. Всевозможные бафы сразу складываем себе в карман. О боже, это супер прекрасно. Пожак лютых волков, всего доброго. Раздражодль сразу сюда. Раздражодли мы моментально. Можем, кстати, прямо сюда. Ладно, времени есть достаточно, поэтому... Хочу триплет Ржавого Голема сделать. И, наверное, мы не будем делать триплет Кошмарного Стреляния, даже если мы его ральнем. По-хорошему пробафать... Доброе утро, девочки. Знаете, я как сделаю? Я пожертвую триплетом Ржавого Голема для того, чтобы побыстрее закинуть яд сюда. Потому что этот яд просто мега имба. Защитные системы активированы. Сделаем даже... Не хочу бафать постоянно его, чтобы выживало так же и Кошмарное Стреляния. Ядовитый планик здесь исключительно для того, чтобы сбивать Брестный щит перед тем, как Кобальтовый Страж в атаку пойдет. Да, я всех на прицеле, особенно у Бруминатора, у которого три хп погнали. Че там на прицеле? Ну... Слушай, Риббендер-то нормально реализовывается. Смотрите, сколько в себя Кошмарное Стреляния впитало ударов. Это просто чемпион дня. Если бы я не дал сюда яд, то на самом деле ничего бы не поменялось, потому что там всегда был сверху урон, ну ладно. И он отправляется, пожалуй. До свидания. Всего доброго. Можем апнуть Таверну, я уверен, в своем столе. Он довольно-таки жесткий. Рыцарь. Нет. Высокогриф, да. Я говорю тебе, да, высокогриф. Плюс у нас есть Кобальтовый Страж, и я и ему говорю, да. Делаю вот так. Ставим в первую очередь 3-7, чтобы он сбивал божественные щиты. Ну да, в принципе, мы на следующем ходу берем 6-3, берем 4-3, роляем, стараемся рольнуть что-нибудь, что не знаю. Либо триплет, либо Ржавого Голема придется продать, забафать еще сильнее наших существ, нормально побахать. Так. Хватит ли уверенности мне в своем столе? Да, вполне себе. Вот, вот, нам нужен вот этот, Рыцарь Клыков Света. И он роляется Куратору, серьезно, персонажу, которому это вообще жизненно необходимо. Из этого он просто не вывозит. Ну, найс, найс. Сюда. Хорош. Не, это, это Anyway Win. Куда бы сейчас не ударился. Вот сейчас обидно. Вот сюда. Хорошо. О, как же обидно-то, что нам придется сейчас еще в этого, в это кошмарное слияние сливать наши драгоценные монетки, звездочки. Из хлопья. Ну, серьезно, ну, совсем разменялся и минимум демжи получил. Капец. Как и планировалось. Берем так, берем так. Рол. С ролла ничего не выпало, но репликатор выпал. Репликатор очень сильно. Бахаем так. Усилим, наверное, тебя, потому что у тебя брасного щита пока что нет. Это Рафлан Печалька. Еще два бафа. Бафы мы моментально забираем себе. Забафаю, наверное, его, чтобы он тоже дропал... Чтобы он тоже дропал мехов. И ставлю еще одного коблитного губителя на следующем. Правда, я не знаю, под что подставить вот эти бафы. Они хороши, но ни под что не подставить. Поэтому, наверное, я откажусь от плюс 4, плюс 4 в силу попытки ральнуть триплет. У нас три потенциальных триплета на столе, если что. Коблитовый страж. Кошмарное селение, которое я, наверное, не буду брать. Потому что я не хочу, чтобы это одно большое существо было. И высоко гриф саванны. Отдрягаю, что ничего не умерло. И пришлось попрощаться с одним коблитовым стражем. Ну ладно. Вот о чем я и говорил. Сейчас идут трейды, сбивают его божественные щиты. А у него бьют токены. Поэтому я всегда... Человек, которые спавнят токены. За исключением сейчас идут высокогривы, которые здесь исключительно для того, чтобы избавить нас от тяж сплэша. Я поставил именно так. Но здесь у нас минус яд. Это луз. Потому что у него там бот стоит. Который хламом питается. Желательно снести все, кроме хламобота. Потому что хламобота мы просто не в состоянии убрать. Хорош. Хорош. Стоп, нет, подожди, нехорош. И 2-1 влево. Получили три лишних демэджа. За шоу. Нужно срочно что-то апать, понимаете? Тут без апа не получится. Где триплет? Нет триплета. Где триплет? Нет триплета. Где триплет? Нет триплета. Где триплет? Во, во, во. Рыцарь клыков света. Здрасте. Вы мне и нужен. У нас достаточно много маленьких механизмов. Что в принципе может дать нам шанс на использование, эксплуатацию хорошую. Хламобота. Мы отказываемся от всех триплетов и бафаем шо из силы. Шо из мочи. Ставим рыцаря вперед. Продъем высоко грива, наверное. И ставим хламобота. Потому что иначе у нас типа сил немного здесь. Здесь мне ничего не нужно нам. Просто рыцарь клынков света собираешь в золотого и побеждаешь. Ой, желательно, чтобы ты ударил куда-нибудь сюда. Минус сразу хламобот. Найс, я взял его. Здесь яд разобьется в яд, я так понимаю. А, лол, у нас железнозубный прыгун сейчас забирает его, эту штуку. Пока у нас стоит яд и очень мощное существо, то у нас есть хорошие шансы забрать гену падальщицу. Отлично, там не будет бафа на крысиную стаю, сразу говорю, на атаку. Еще два шанса на то, чтобы этот чел образумился и бахнул сюда. У меня аж в голове сейчас засвистело. Ну хорошо. Победили. Сюда давай. Ну вот, серьезно, гиена... Я не понимаю, как это вообще происходит, когда гиена вообще до талого в себя не принимает. Не... Прям абсолютно не хочет ничего. Крутим дальше. Ну, триплет сегодня будет, я вам говорю. Сегодня будет. Есть, кстати, идея взять раздражодуля и кинуть его на хламобота. Понимаю, вы можете сказать... Че? Какой хламобот? Ты о чем? Как же не роляет, ужас. Типа, пусть он выживает. Сплэш тут много у кого, а... Типа, хламобота по-хорошему бафнуть. Да, он будет в себя брать. Здесь сразу минус два. То есть ему можно плюс два, плюс два прибавлять. Это будет минимально девять урона. Железнозубова мы скипаем. Даем раздражодуля. Покупаем, я не знаю, условно. Прождение зота слабовато, конечно, будет. Ладно, давайте затерпим. У нас 23 хп там. Не то, чтобы очень-очень мощный чувак. Ну, нам здесь ничего из этого не нужно. Не самое хорошее трейдер. Но у нас есть хламобот. В этот раз у нас тоже есть хламобот. И его хламобот. Его не засеют. В идеале нам нужно, чтобы 1-1 сбил в жестный щит. Пожалуйста. Ну, хотя бы не в него. 9-5 здесь добивает беднягу этого. Ой, минус яд. Это очень печально. Сейчас все от мелочи зависит, как они разменяются. Ну, да, мой сразу. Стрейт-форвард сдох. Дурак. Можно вот это сбить? Пожалуйста. Ну, это нарочно. Такие кривые размены. Я не понимаю, кому продал душу этот чувак. Ну, вдруг. Ну, вдруг триплет. Хотя, в моем случае, на что я вообще надеюсь? Рафлан снова, ну, вдруг триплет. Отказываемся от этого. Усиляем одного из наших самых жирных... Хотя, лучше сюда божественный щит кинуть, конечно, это... Я бредовую придумал хрень. Я придумал бредовую хрень. Ну, как бы... Удача это не мое. Да, мы ставим именно так. Да, хламобот у нас сейчас огребет в салатину просто. Походу, улетит. Хотя бы так, чтобы если он бил сюда, то... Если спеш летит сюда, то он хотя бы этого бота не убивает. Да, стабильна просто провокация на этого супер-пупер. Да он золотой, да он... Вот и как? И как он собрал это? Как? Вот кому продают мать, чтобы собрать вот это вот? Что сейчас вы видите на своих экранах? Из бестов. Куда? И сейчас он каким-то раком умудрится слить 12-12. Так, чтобы все забафалось. Просто в самое сильное существо. Мамаша вообще ни одного дэмэджа не получит от моих существ. Ладно, один дэмэдж. Мамашу слить. Не-не, нафиг надо. Просто он вот так вот сделает. Один оф. Хламбот здесь меня не решает. Так, ну а теперь, пожалуйста, триплет. Я отчаялся. И сейчас, походу, реально... Ну нет, это будет совсем жестко. Ну, типа, говно ход. Поэтому мы не берем этот триплет. Найс, да, я попросил триплет и скипнул его. Я понимаю, чат. Второй триплет. Ну что, шестое? Не получится так. Не получится. Лучше найми кого-нибудь, пока можно. Ну, я, пожалуй, пойду. Можно продать рыфаря клинков. И попробовать... Поставить условно механое яйцо. Уже бафы, потому что эти плюс два, плюс два не решат ничего против этой... Мелефисент. Кому-то не поздоровится. Он еще и подбафился. Ля. Ну, посмотрим, как этот чел ральнет в этот раз. Топ-4 как бы есть, но... Ну, блин, сами видите. Триплетов зеро. Я не триплечу кошмарное слияние, потому что слишком уязвимо под... Здесь бы, конечно, зашло. Но от яда эта штука отлетает ровно в два раза быстрее. 6-5 умирает в божественный щит. Просто суперидеально для нас. Эта штука 2-3 вообще налегке отлетает. Сейчас желательно, чтобы его провокация в яд ударилась. А, нет, я забыл посчитать ходы. Да, золотой, если что, там сидит хламобот. Но вы не обращаете внимания. Я очень надеюсь на то, что... Мой челик... Так, нет, он коряво ударит, по-моему. Довольно-таки, да. Сейчас он бьет, потом его штука бьет. И просто у нас не хватит опять ресурсов убить его. Огромного золотого чела. Супер печально, это да. Но здесь, если Куратор умер быстрее нас, то мы займем топ-3. И это, в принципе, вполне себе сойдет. Хотя, может быть, нам ральнется... Не, не думаю, что здесь вообще возможно как-то это разрулить. Типа, это нужно, чтобы... Божественный щит получил мой челик. Еще забейте пробежственный щит. Ну да. Ел плей. Ну чел должен был умирать еще два раза... Два хода назад, когда ему просто очень жестко перелось с разменами. И все. Мне дали четвертое. Ну, спасибо, спасибо. Пиздец. Очень надеюсь на то, что... Мой челик... Так, нет, он коряво ударит, по-моему. Довольно-таки, да. Сейчас он бьет, потом его штука бьет. И просто у нас не хватит опять ресурсов убить его. Огромного золотого чела. Супер печально, это да. Но здесь, если Куратор умер быстрее нас, то мы займем топ-3. И это, в принципе, вполне себе сойдет. Хотя, может быть, нам ральнется... Не, не думаю, что здесь вообще возможно как-то это разрулить. Типа, это нужно, чтобы... Божественный щит получил мой челик. Еще забейте пробежственный щит. Ну да. Ел плей. Ну чел должен был умирать еще два раза... Два хода назад, когда ему просто очень жестко перло с разменами и все. Мне дали четвертое. Ну спасибо, спасибо. Пуздей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...